Ну и снова всем привет, так коротко расскажу. Елочку деда Лежа еще не выкинул, пусть постоит. Праздник немножко продлится, да? Елочка искусственная, так что не переживайте, она не осыпется. Вопросы возникают по тому, какие нужны документы иметь, да? То есть, еще раз повторюсь, россиянам и из Казахстана на детей нужно только свидетельство о рождении. На взрослого внутренний паспорт вашей страны, то есть, либо российский, либо казахстанский. Кто едет с Украины для детей, нужен паспорт. То есть, не загранпаспорт, а обычный паспорт для ребенка. Для этого вы идете в паспортный и говорите, я хочу вывезти летом ребенка в Белоруссию. Что мне для этого нужно? И они выпишут вам паспорт. Если вы заранее пошевелитесь, то вам не надо будет срочности. Подадите заявление, через месяц, через два по-любому он у вас будет готов. Это одно, да? Ваши действия, чтобы подать заявочку. Вот здесь вот, нажмите, посмотрите, я сделал видеоурок, как подать заявочку. То есть, уже составить договор для того, чтобы поехать на слет. Там все ясно и понятно. Я показываю прямо на компьютере, как это сделать, куда, что нажать, куда зайти. После того, как вы подали заявочку, в турагентстве человек прочитает вашу заявочку, составит договор и подпишет его. После чего он сделает скан-копию с него, сделает это в электронном виде и в электронном виде отправит вам договор. Когда вы получили договор на свой компьютер, да, на электронную почту, он у вас приходит электронным документом. Вы скачиваете на флешку этот электронный документ и идете, если у вас нет принтера, идете в любую организацию. Также существуют фирмы, где ксерокопии делаются, да, можно в бухгалтерии всего это сделать. Распечатываете этот договор весь, да, распечатали. И в конце, там, где требуется ваша подпись, ставите живую подпись. После того, как вы подписали договор, вы также просите там же в агентстве сделать скан-копию. Они делают скан-копию, вы ее сохраняете на свою флешку и также в электронном виде отправляете в тур-агентство, где и делали заказ. И плюс к этому, вы должны сначала оплатить счета, там, я думаю, Максим будет посылать, и в белорусских рублях, в русских рублях, в долларах, в евро. На любой счет можно перечислить любую сумму, какая вам нужна будет. И копию платежного корешка, что вы заплатили, да, то есть документ об оплате, тоже делайте скан-копию и делайте скан-копию договора, подписанного вами. Все это делайте в электронном виде документом, и этот документ снова отсылаете Максиму, то есть в тур-агентство, где вы заказывали путевку. На основании этого договор считается подписанным, Максим вам присылает, что да, все, договор я получил, все нормально, вы зачислены. Этот документ и будет являться вашим пропуском на слет. То есть, ну, подписанный документ, вы же его не отослали, он у вас так и остается на руках, да, вы отослали только в электронном виде. Так, затем вам требуется в вашей стране сделать копию, ой, сделать медицинскую страховку, ну, на 15 дней вашему ребенку. Ну, и вам тоже. Пусть это можете в любое агентство подойти, там не так дорого. Для тех, кто едет на поезде, тоже будут создаваться маршруты, ну, на поезде я не думаю, что это обязательно. Для людей, которые поедут по трассе на машинах, на сайте мы сделаем, там уже где-то есть, мы будем еще делать, на сайте есть, будет создана форум по теме именно маршруты на слет. И люди будут выкладывать, допустим, кто с Волгограда едет по какой трассе, кто с Ростова, кто там еще куда-откуда-то, да, с Кубани, там, неважно, кто откуда едет. И люди будут видеть, какой маршрут где проходит, то есть и к какому маршруту им удобнее присоединиться. В больших городах или около больших городов будете вместе кучковаться, большая помощь, как бы, будет, мы договоримся с дальнобоями, то есть у кого-то, может, такая рация есть своя, да, на волне дальнобой 15, да, будем вести переговоры. То есть к любому можете подъехать водителю фуры и сказать, соедини меня, пожалуйста, по рации с дальнобой 15. Они уже будут в курсе, что вы собираетесь, будут помогать, это ребята хорошие, как бы, они помогут. То есть с сепарацией вы можете связаться, где находится колонна, как с ней встретиться, договоритесь, вам помогут. То есть маршруты мы заранее тоже обговорим, примерно уже будут знать люди, по каким маршрутам кто едет. Ну и также, когда вы уже заедете в Белоруссию, как бы, можете выделить кого-то из группы, кто возьмет карточку на себя, допустим, белорусскую, да, и можете включить уже тогда ЗЛО-рацию, то есть по Белоруссии вы уже будете и со мной, и с другими членами общаться, кто уже здесь перебрался в Белоруссию. То есть будем держать связь по рации ЗЛО. Рации ЗЛО уже все научили использоваться, то есть будем знать, кто где находится. Белорусская карточка интернет действует по всей Белоруссии, так что в любом городе Белоруссии можете брать и можете оставить людей на краю города. Один кто-то съездил, приобрел карточку и поперли дальше уже со связью. Про паспорта я объяснил, как заказать путевочку я объяснил, то, что собираемся по трассе я объяснил, да, слушайте внимательно. Путек, в цену путевки, еще раз говорю, вот 240, допустим, евро там, да, здесь входит все. То есть с того момента, как вас встретили с вокзала, привезли на праздник, все праздники, еда, трехразовое питание, экскурсии, посещение музеев, передвижение на автобусах. То есть начали все программа концертная и, ну, программа встречи, сам праздник на Царской поляне в Белорусской пуще. То тоже все входит в цену. Все, то есть вам нужно только заплатить вот эту сумму, что в договоре. Больше вы ничего не оплачиваете. И до момента провождения вас на вокзал, все это входит в цену. Цена не одного дня, а всего тура. Оплату нужно произвести до марта, то есть, ну, март еще как бы включительно, но желательно это все поторопиться. Так как в зависимости от того, как скоро мы все соберемся, как скоро все оплатим, как скоро закупим путевки, дядя Олежа и будет суетиться насчет дальнейшей программы. То, что программа у нас в слете обозначена уже, да, в путевке, это только ее маленькая верхушка айсберга. Дядя Олега будет делать очень все культурно, красиво, насыщенно. То есть, когда я буду знать, что у нас больше двухсот человек, я уже буду подключать спонсоров, я уже буду подключать СМИ. То есть, все это будет на высшем уровне. То есть, ну и уже заказали, как бы это в оплату уже входит, будет сниматься фильм о нашем слете. Все важные моменты, все это, то есть, все это будет. Просьба еще, кто хочет вот такую маечку, да, допустим, ну вот такую, там у меня еще сзади написано. Кто хочет такую маечку, приобретайте маечку себе у себя в городе. Майка должна быть ХБ. Ну, кружечку не обязательно, с кружечками я договорюсь. То есть, я приглашу представителей, которые будут там делать на месте эти маечки. Так что, или кто хочет сразу в такой маечке ехать, пишите мне ВКонтакте. Я вам вышлю логотип, этот логотип вы в любой организации, которая делает фотографии, подъедете. Там делают такие маечки в фотоателье, да. То есть, вы им дадите вот этот логотипчик на флешке. Они вам сделают и маечку, и кружечку. Кружечку вы сами выберите, какая вам подойдет. То есть, ну и наклеечку на машину я тоже логотипчик дам. Каждому присылайте, дайте мне логотип на машину. Я вам в электронном виде вы вышлю, и дома вы у себя его сделаете. Можете и раньше повесить. То есть, ну, как-то вот так. Ну, еще раз скажу, как бы не обязательно быть автомобилистом. Ну, если вы смотрите этот ролик, значит, все равно вы как-то связаны с автомобилем. Может, муж ваш связан, может быть, брат, может быть, сестра. Там, не важно. То есть, или вы хотите посетить Белоруссию, хотите с нами посидеть, встретиться, да. Ради Бога, будем рады каждому. Приезжайте с детьми. Очень много с детьми едет, очень много с женами едет. Категория людей будет наадекватнейшая. Не каждый соберет сумму, чтобы провести отпуск вот так вот, да, с интересом в Белоруссии. Программа будет не только экскурсионная. Программа будет и концертная, и, то есть, и на озере мы все посидим, и покупаемся, и на лодках поплаваем, и у костра посидим, и песни под гитару попоем. И анекдоты порассказываем. Даже анекдоты не те, что дядя Олежа рассказывает в передачах, да. Все-таки нужно немножко фильтровать в передачах разговор. То есть, анекдоты, которые очень смешные, но с матами. То есть, я, конечно, в эфире не рассказываю. Анекдоты про национальные розни я тоже не рассказываю. А это и есть самые смешные анекдоты. То есть, их мы тоже поговорим. Ну, пообщаемся, пофотографируемся. Вы можете взять с собой в фотоателье, зайти и взять пару-тройку бумаги, да, в конвертик, на которой будет фотография. То есть, мы с дядей Толей вам поставим там автографы именные к вашему имени с пожеланиями удачи. А вы потом, ну, когда сфотографируетесь, допустим, с нами, дома уже напечатаете, какую хотите там фотографию. И будет у вас уже память на готовой фотографии. То есть, мы подпишем бумагу, на которую вы потом сделаете фотографии. Но это вообще можно придумать, замутить там, не важно. И на камеру снимемся и пофотографируем. С пятого по восьмое число будет слет. А девятого числа, когда уже будете разъезжаться, кто-то может соберется, то мы поедем в парк. В парке. И пофотографируемся. Очень хорошие там кадры, красивые. Ну, найдем, чем позаниматься. Так что жду всех на слете. Собирайтесь поактивнее. Что непонятно. Вконтакте задавайте вопросы. То есть, ссылочки я вам дал. Ну, на сегодня все. До новых встреч. Всем добра и бабла! Жду на слете. Ну, еще пару моментов. На сайт турагентства еще будет предоставлена информация. То есть, что вам нужно. Про паспорта будет упоминание, да, что вам нужно. Про страховку. Реквизиты компании тоже, как бы, будет говориться, что вам предоставится. Часто задаваемые вопросы, короче, будут появляться на сайте компании. То есть, когда вы будете подавать заявочку, читайте программу слета и, то есть, часто задаваемые вопросы.